всем здравствуйте вот сегодня как раз закончил последний стек уже все ужасно пишут как ужасно надо было вывести чтобы водичка где-то уходила бог знает куда зачем я бы водичка уходила на траву зачем мне бог знает куда она бы уходила конечно можно было вывести трубу сюда пустить и за забор я конечно бы не выпустил а можно было бы пустить сливную яму ну а зачем я буду воду сливную яму пускай мне поливает так долечка скажи пускай нам поливает может кому-то нравится так а нам так нравится так сейчас посмотрим что там виталик уже сделал виталик раз поехал домой вчера коляне ездил клей покупал не хватило было клея сегодня купила не говорю сегодня вчера он покупал пять мешков виталик уже есть расходовал два мешка осталось а три мешка ну наверно клей еще останется все-таки покупали запасом потому что непонятно не будешь каждый раз в эпицентре ездить это коли последний пять мешков забрал вчера горит приехал на этот клей он с каким-то таким добавками как волос там ну хороший клей не знаю говорят что хороший сейчас посмотрим что там виталик сегодня уже сделал но сегодня виталик много положил а я забыл лишь неправильно говорю строители неправильно говорю положил плитку разве так говорится а я говорю так положил для меня нормально говорит положил вы все строители то разговариваете грамотно а я росла виталик положил плитку спасибо виталику сегодня привез крон и я благодаря виталику у меня дома клона не было закрыла огурцы ну и жалко он по страшку у него большой на то что тут и тархун высохнет я ему потом там пишут что неправильно называешь крон хрен то даже подписчики все грамотные тебя сразу справит как называется то это пишут знаешь шеклана тролли пускай себе пишут я даже не обращаю на это внимание хороший комментарий я всегда читаю я читаю комментарии всегда хорошие которые пишут плохо тролли я даже такой одно слово прочитала дальше листаю и даже не хочу и читать потому что это пишут бред сумасшедший пускай смотрит за собой как у них там в доме во дворе х и себе как хотят делать там черный цвет красит и за затирку там пишут боже какая затирка будет черная просто сказал что она будет темного цвета светлого не будет затирка выберется затирка ну как вот на плитке вот такой где-то такой цвет будет выбираться чтобы она сочеталась и с плиткой мы выберем какую мы захотим и красную и голубую какая разница как нам нравится нравится вам черная будьте черная и стены вам будут черные красивые а вы себя покрасить как бы хотим ну молодец сильно много положил красиво выходит еще чуть-чуть и уже закончится это все надо будет все повымывать а диваны где мы будем на улице ты хочешь выйти или просто пропелесосить ну надо пока дождей нету то пока погода хорошая то можем по вымывать я согласен не но он завтра он может закончить доложить а еще надо будет один день затерку я не знаю уже не буду на свеже сразу затирать покрасить и это я быстренько за день день то я все сделаю сверху бумаги или клеенкой накрою плитку и покрашу мы наверно там покрасим там где телевизору другой цвет покрасим не будет все белое посмотрим слонг потом что-то выберем другое надо будет подсвежить везде подкрасить доля с величкой там сидят потому что не хочу их пускать чтобы они по плитке не бегали конечно они ничего и не сделает этой плитки ну все равно не охота чтобы они становились и на нее кондиционер включили потому что сегодня такая жара невозможно там некоторые писали о человек работает жалко включить кондиционер то нету проблем я спрашиваю включать кондиционер он не захотел кондиционер потому что может переживать что его продует это такое мужа я тоже много знал таких людей которые работали и они боялись даже открывать окна двери чтобы сквозняка не было но это каждый по-разному каждого свое здоровье и каждый как говорится свой организм знает чуть пропотел там про сквозило и можно сразу заболеть я лично тоже когда работал когда сильно жарко даже хозяин предлагал там кондиционер включить я тоже переживал потому что потеешь она понятно летом работаешь пропотел и и тут тебе сразу кондиционер холодно и можно простыть с этим я согласен каждый как говорится свой организм знает плитки должно хватить мы рассчитали там купили запасом виталик тем более мере еще запасом купили то ли . должно хватить все нам хватить хватить но здесь такую сеточку виталик дает где трещины были потому что хорошо чтобы потом не дай бог в плитка не ходила так может дальше пойти трещина и может плитка потом отойти главное что клея хватит все что надо для работы то уже все есть от того же в конце сделается провод будет регулироваться этот пол с подогревом надеюсь а зимой будет хорошо а дальше хотел вам ответить там там ноги писали которые мы там видео выложили сумами купили аппарат я не покупал коляне купил маме аппарат новый это у мамы был старенький аппарат еще и не помню когда ее покупали этот аппарат я просто батарейки вложил и мама хотела просто попробовать или работать этот аппарат и она на рук водила ну как попала намотала просто чтобы проверить или он работает не так что там специально чтобы он из-за того так мама перевернула другой стороной а вы там пишите босс а маме одень хорошо никто за воля леонтина не смотрит бред сумасшедший бред сумасшедшие люди вы хоть думайте что вы пишете то мама не умеет мерить постоянно светлана и мире вы думаете что она сама мерит давление на просто себе записывать каждое утро и давление меряем каждое утро она записывать себе давлением в тетрадку она ведет себе как говорится запись каждое утро она себе записывает так что но так пишут бог на ты не про надели и никто за ней не смотрит ты читал слава я сомневаюсь а чтобы так за своими родственниками или за родителями как я мы смотрим за вам мама достаточно живет хорошо за ней смотрят прекрасно и одета и обута и на корне и в чистоте ходит и в комнате у нее так же самое и ничем не нуждается конечно она не умеет сама давление мере раньше светлана мерила такими я не знаю эти аппараты как у карты конечно без батареек вот эта светлана камерила потому что она говорит что они намного лучше показывать батарейки которые на батарейках могут ошибиться то светланка раньше так мерила но потом мать захотела на батарейках бог говорит не раз сама пробует покупали уже и на батарейке ей это нравится не знаю конечно она не раз оденет на руку неправильно то все равно мы перемиривали и помогали и показывали но она все равно этого не умеет сама делать так что зря вы так пишете что никто за мамой не смотрят все прекрасно смотрят это наверное те люди меня могут понять у которых есть старшие родители или родственники они нормально к ним относятся это наверно такие писусу вообще никогда наверное ни за кем не смотрят наверное не то что за родителями на ней и животных даже не имеют мы его за животными смотрим каждый раз таблетки покупаю до врачей возим их не дай бог что случится с нашей собачкой ты мы везем сразу к врачам если бы нам было бы все равно то бегали бы как дворняжки это некая разница ну то такое кто меня поймет тот поймет а кто дальше не понимает вы можете писать гадости я даже их читать не буду я нормальные комментарии читая а вот этот бред сумасшедшие даже не читаю посмотрю пару слов и дальше листа и и не собираюсь это читать раньше я читал там все комментарии и плохие хорошие а потом думать и буду себе голову заморачивать которые люди наверно точно с головой не дружат пишут бред сумасшедшего пускай себе пишут так светлана тоже раньше обижалась чуть не плакала через мана это пишут люди которые завидуют или вообще не соображают что они пишут так обо написать посмеяться сомневаюсь что у них там такая чистота или что-то они такое делать вот интересно бы вот маленькое такое видео ли кадре какой снять там написал комментарий что там вот так так делать хоть бы раз показал там как у него квартире убрано какая мебель как вот за родителями ухаживают что там в огороде или кота животное имеет чтобы там показать как там за собачками ухаживают за котами сомневаюсь сомневаюсь это пишут такие люди что точно одиноки которые сидят и вообще бред сумасшедшего мама уже смотрит хотела с удой пройти но увы не зря уже завтра будет проходить приходится так обходить потому что жалко станет плитка еще свежая дозвезд и и